Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Грузия. Самая большая загадка Кавказа. Стол уставлен деликатесами. Здесь царит атмосфера праздника. Все готово к супре, традиционному грузинскому застолью. Тамада или мастер церемоний выступит с речами, в которых скрывается философский смысл. Грузины, да и не только грузины, считают первый тост очень важным. Это тост о здоровье и мире, мои дорогие друзья. Да пребывают сердца наши в мире. Да будет мир во всем мире и особенно в нашей любимой Грузии. Выпьем же за мир. Говорят, что обычай произносить за столом тосты впервые появился у грузин. А грузины очень любят вино. В регионе Кахетия расположены многочисленные виноградники и винодельни. Этот восточный край хорошо демонстрирует страсть грузин к любимому напитку. В Грузии растет много сортов винограда, больше, чем где-либо еще в мире. Большинство сортов используют для производства вин высочайшего качества. Среди них можно назвать Цинандали, Мукузани, Телиани и Напариули. Все эти вина были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на международных выставках. Виноград собирают со всей тщательностью, отбирая только самые лучшие ягоды. Поэтому грузинские вина получили признание во всем мире. Археологи говорят, что территория Грузии была колыбелью культуры потребления вина. Виноград выращивают здесь уже 7 тысяч лет. Вполне может быть, что название самого древнего алкогольного напитка было заимствовано от грузинского слова «гвино». На этой винодельне, расположенной в Гурджанском районе, виноград давят ногами по старинке, чтобы не повредить структуру семян. Поврежденные семена придают вину горьковатый привкус. Жизнь в Кахетии течет вокруг производства вина. Эта винодельня 16 века расположена в селе Велестихе Гурджанского района. Здесь используют традиционные емкости для вина. Глиняные сосуды вкопаны в землю. Они сохраняют постоянную температуру напитка, что гарантирует самый оптимальный процесс брожения. Это окаменелый виноград эпохи неолита. Здесь также были обнаружены сосуды, датируемые 3 веком до новой эры. Вино играло в регионе ключевую социальную и экономическую роль еще с доисторических времен. Через свое вино Грузия внесла важный вклад в мировую культуру. Супра может длиться часами. Пришло время прервать неторопливую беседу и произнести еще один сердечный тост. Я уверен, что все, собравшиеся за этим столом, ощутят гордость, поднимая бокалы со следующим тостом. Предлагаю выпить за наш любимый город Тбилиси, где мы родились и выросли, где научились ходить. Я люблю этот город. Уверен, вы все тоже любите его. За Тбилиси. Город Тбилиси был основан в пятом веке как крепость. Сегодня это столица и крупнейший город грузинского государства. Им восхищались такие знаменитые люди, как Лев Толстой и Александр Дюма. Тбилиси расположен на перекрестке европейских и азиатских дорог. Его захватывали персы, византийцы, арабы, турки, монголы и большевики. Но никому не удалось подавить горделивый дух народа, который так умело выражен в национальных грузинских танцах. С тех пор, как царь Вахтанг I, Гаргасал, охотился в этих землях, минуло уже более полутора тысяч лет. Однажды ястреб царя на лету поразил фазана. Фазан упал в термальный источник, вода которого исцелила птицу, и она беспрепятственно улетела, как будто ястреб ее и не ранил. Царь был поражен целительной силой воды и приказал построить на этом месте город. Со временем город разросся. Сегодня число его жителей перевалило за миллион. Более ста этнических групп живут в мире на территории Тбилиси. Каждый уголок Тбилиси завораживает. Его волшебное очарование присутствует на всей территории города, в котором гостей принято считать божьим даром. Столица Грузии ведет всю страну по пути развития. Это образец урбанистической гармонии, где так умело сочетаются классицизм и модерн. Неподалеку от крепости Нарикала, в квартале Абана-Тубани, расположен комплекс бань, датируемый 12-м столетием. Комплекс построен на естественных сернистых источниках. Именно эти источники обнаружил царь Вахтанг, после чего и основал город Тбилиси. Прежде столица называлась Тпили, что в переводе означает «теплый источник». Путешественники, которые проходили через Тбилиси на восток, не скрывали удовольствия, полученного ими от бани и массажа. Поэт Александр Пушкин описывал свое посещение бани так. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. Рядом с банями находятся здания, которые символизируют толерантность Грузии. Здесь расположена единственная в мире мечеть, в которой сунниты и шииты молятся вместе. Рядом стоит большая синагога. Евреи поселились в Тбилиси в конце XIX века, после того, как город Ахалцихи освободили от турок. Православный собор Сиони, или Успенский собор, до 2004 года был кафедрой грузинского католикоса. Затем кафедру перенесли в новый собор Святой Троицы. Неподалеку расположена Армянская церковь Святого Георгия. Здесь похоронен поэт Саят Нова, царь песен. Есть и католическая церковь Успения. В конце сбора урожая винодельческие районы страны устраивают праздник. Люди общаются и веселятся с большим удовольствием. Они рады тому, что живут в открытой и богатой ресурсами стране. На таких праздниках чувствуется, что грузины гордятся своей страной и принадлежностью к своему народу. Их танцы оставляют неизгладимые впечатления. Плодородная долина реки Алазаньи, расположенная в Кахетии, известна своим великолепным виноградом. Здесь производят такие замечательные вина, как Кинзмараули и Гурджиани. Этот край с приятным умеренным климатом известен не только производством вин. Ежедневно в сельских домах готовят настоящее произведение кулинарного искусства – шоти. Этот хлеб пекут по старинным традициям. Женщины также готовят интересные десерты, такие как чурчхелла. Это сладость, по форме напоминающая колбаску. Ее готовят из загустевшего виноградного сока и грецких орехов. Чурчхеллу подвешивают и сушат на нитях. Продукцию регионов привозят на небольшие городские рынки. Здесь можно увидеть великое множество овощей и фруктов. Продавцы улыбаются и шутят. Торговля идет в простой, непринужденной атмосфере. Мы рекомендуем каждому, кто приедет в эту страну виноградной лозы, непременно сходить на рынок. Вы получите море приятных впечатлений. Я бы сказал, что у нас просто идеальные условия для выращивания винограда. Неподалеку расположены высокие Кавказские горы, а земля в долине Алазани очень хороша. Зураб Рамазашвили, член Совета директоров акционерного общества «Тылавский винный погреб». Таким образом, зимой мы хорошо защищены от холода и сильных ветров. В Грузии растут уникальные сорта винограда. В общей сложности у нас есть около 400 сортов. Разумеется, наши вин отличаются от вин, сделанных в других странах. Ведь наши сорта винограда уникальны. Это грузинские сорта, которых больше нет нигде в мире. Сигнагия – один из самых небольших городов Грузии. Но здесь находится вторая по протяженности укрепленная стена в мире. Она уступает лишь Великой Китайской стене. Городок очень популярен во всей Кахетии, и мы рекомендуем его посетить. Сигнаги называют городом любви. Сейчас здесь отмечают праздник урожая. Веселые танцы подтверждают, что грузины умеют веселиться и радоваться жизни. Веселые танцы подтверждают, что грузины умеют веселиться и радоваться жизни. Еще в доисторические времена земли к югу от Тбилиси населял вид Гома Георгикус, или человек грузинский. Этот вид стал предшественником европейских цивилизаций, что было доказано учеными, работавшими на этом уникальном и важном для всего мира месте археологических раскопок. Мы нашли останки древнего человека, самые ранние за пределами Африки. Этому черепу миллион восемьсот тысяч лет. Вне африканского континента более древних останков обнаружено не было. Давид Лорд Кипаница, директор Грузинского национального музея. То есть это самые примитивные люди на всей территории Евразии. Домониси – очень важное место. Мы надеемся, что впоследствии его будут посещать туристы. Домониси может многое рассказать о первых европейцах. В этом большом проекте принимают участие несколько международных организаций. Проект очень важен для грузинской науки и для будущего нашей страны. Город Уплесцихе был основан примерно за 1600 лет до новой эры. Здесь было около 700 пещер, но многие из них разрушили монголы. Сегодня осталось порядка 270 пещер. В Уплесцихе жили местные племена, а затем монахи. Люди покинули город лишь к концу 18-го столетия. А тем временем Тамада продолжает руководить застольем и произносит третий тост. Мы собрались за одним столом, чтобы пообщаться в дружеской атмосфере, чтобы разделить друг с другом любовь и добрые чувства. Давайте же выпьем за сегодняшний день. Да прибудет с нами Бог. Желаю всем здоровья и любви. Желаю счастья. Монастырь Джвари стоит на холме, где святая равнопостальная Нина когда-то воздвигла крест. Это символ триумфа христианства на территории Грузии. Нина прибыла в Мцхету, древнюю столицу Картлийского царства в IV веке Новой Эры. Она исцелила царицу Нану от серьезного недуга. В результате царица приняла христианство и повелела построить в своем царстве христианскую церковь. Позднее церковь Светицховели получила статус кафедрального собора. Говорят, что собор построен на том месте, где захоронена Риза Христа над могилой Сидонии. Сидония – сестра того самого еврея, который забрал Ризу с Голгофы после казни. Когда-то на этом месте рос кедр, но его срубили. Святая Нина помолилась, и в результате ее молитв «Упавшее дерево» обвило своими ветвями одну из колонн церкви. До наших дней дошли сведения о том, что царь Мириан III принял крещение вслед за своей женой Наной. Более того, в 337 году он провозглашает христианство государственной религией. В соборе сооружена часовня-ротонда, напоминающая храм гроба Господня в Иерусалиме, из-за чего многие считают Светицховели вторым по значимости христианским храмом мира. Собор вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь покоятся останки Вахтанга I Гаргасала, последнего грузинского царя Георгия XII, а также его отца Ираклия II. Могила последнего украшена гербом и саблей. Фигуру Искупителя Христа окружает интересный зодиакальный круг. Здесь же можно полюбоваться фресками XIII века и памятником Святой Сидонии. Заповедник Тушетия по праву считается образцовым. Он выполняет три функции. Во-первых, здесь охраняют 28 тысяч гектаров лесных угодий, на территории которых живут редкие виды животных, включая кавказского улара. Во-вторых, заповедник охраняет более 50 малых народов и их историческое наследие. И, наконец, здесь развивается экотуризм. Тушетия – один из самых красивых регионов Грузии. Он расположен на северо-востоке страны. Посещение любого из семи главных селений, например, Шинака, оставит неизгладимые впечатления. Эти люди говорят на своем диалекте. Они вполне довольны жизнью в глубинке. Простые, традиционные дома сохранили очарование прошлого. Жители радушно встречают гостей и с удовольствием рассказывают о своем быте. Эти женщины готовят вкуснейшее блюдо, которое называется хинкали. Кусочки раскатанного теста начиняют хорошо приправленным мясным фаршем, защипывают края, а затем отваривают в кипящей воде. Кусочки раскатанного теста начиняют в кипящей воде. Грузины любят готовить. В любом доме с вами готовы разделить радости застолья. Пройдите по шумному рынку и посмотрите, какие разнообразные продукты здесь представлены. Они способны удовлетворить самый требовательный вкус. Жизнь в городе кардинально отличается от жизни в горах на высоте 2000 метров над уровнем моря. В селении Шинака постоянно проживают лишь два семейства. Зимы здесь выдаются суровые. Условий для выпаса скота почти нет. Из-за сурового климата большинство здешних жителей предпочли спуститься в долины Кахетии. Но простые домики свидетельствуют о том, что и здесь могут жить люди. Сила воли и терпение грузин отражены в пословице. Настоящий человек может расцвести и на скале. Национальный парк Вашлавания расположен на юго-востоке страны. Здешняя экосистема относится к полупустыням. Это прекрасный пример биологического разнообразия Грузии. Одной из причин образования Национального парка Вашлавани стало наличие в нем фисташковых деревьев. Возраст этих деревьев составляет от 500 до 600 лет. Паата Кумарашвили, директор Национального парка Вашлавани. Но есть и такие, возраст которых приближен к тысяче лет. Этот район отличается наличием большого числа эндемичных видов. Это относится и к флоре, и к фауне. Национальный парк был создан двумя грузинскими учеными в 1935 году. Недавно в нем запустили программу экотуризма. В парке обитает около 60 видов птиц и 45 видов млекопитающих. Если повезет, здесь можно увидеть даже леопарда. Еще недавно полагали, что леопарды в этих краях вымерли. Здесь похоронен Давид Гориджийский. Один из 13 святых ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию для упрочения христианства. На его могиле установлен камень, который напоминает реликвию, принесенную Давидом из Святой Земли. Говорят, что среди комплекса из 19 горных монастырей находится примерно треть святости Иерусалима. Комплекс назван Давида Гориджийским в честь основателя. Здесь по-прежнему живут монахи. Этот город, основанный Давидом Гориджийским в шестом веке новой эры, всегда был центром паломничества. Здесь практиковали христианство даже в периоды нападения монголов и турок. Обители были покинуты монахами только в советскую эпоху. Во время войны в Афганистане близлежащие земли были отданы под военную базу. Неподалеку от реки Куры, в крае Самцхе-Джавахети, расположен еще один пещерный монастырь – Вардзия. В этом действующем монастыре живут монахи, которые бережно хранят память о царице Тамаре. Именно она завершила 50-летнее строительство монастыря. Работы начались еще при отце Тамаре, Георгии III, который хотел использовать его как укрытие от набегов. Будучи маленькой девочкой, Тамара часто бродила по пещерам и порой теряла дорогу. Она кричала «Аквардзия! Я здесь, дядя!» По этой фразе позднее и назвали комплекс. История о происхождении и названии легенда. Однако доподлинно известно, что царица Тамара превратила пещерный монастырь в центр культуры и искусства. Грузинский гуманист Шотару Ставели был так вдохновлен этим местом, что написал поэму «Витязь в тигровой шкуре». Поэма воздает почести мужеству и верности борцов за свободу и независимость страны. Одним из величайших достижений царя Давида IV Багратиона считается сооружение Геладского монастыря. Этот шедевр архитектуры расположен неподалеку от города Кутаиси. Давид вполне оправдал свое прозвище «Строитель». Он мечтал превратить Грузию в культурный центр. Он созвал ученых людей своего времени в Геладский монастырь, чтобы тот стал вторыми афинами. При Давиде IV Грузия пережила свой Золотой век. Этот человек выступал за межэтническую терпимость внутри страны. Похоронили его у входа в монастырь, чтобы все грузины могли ступить на сердце одного из самых почитаемых и любимых правителей. Иосиф Сталин был еще одним выдающимся грузином, оставившим след в мировой истории. Он родился в этом доме, расположенном в горе. А в этом бронированном вагоне он исколесил всю территорию бывшего СССР. Личные вещи диктатора хранятся в музее города, основанного по иронии судьбы Давидом Строителем, самым любимым царем в грузинской истории. Национальный парк Боржоми-Харагаули расположен в центре страны и занимает 1% территории Грузии. Эти леса сохранились почти в первозданном виде. В них можно найти довольно много эндемичных видов, включая безуарового козла. В прошлом эти животные водились здесь в большом количестве, но потом были полностью истреблены. Сегодня популяцию восстанавливают под пристальным наблюдением сотрудников парка. Парк Боржоми-Харагаули окружен волшебными горами Нижнего Кавказа. Это самый посещаемый национальный парк Грузии, где вам предложат много интересных экскурсий. Боржоми-Харагаули Нукзар Айцурадзе есть маршруты для прогулок верхом разной протяженности. У нас есть небольшие туристические базы, где гости при желании могут остаться на ночь. Парк занимает площадь в 76 тысяч гектаров. Вы найдете в нем много интересного. Близлежащие селения тоже принесут много впечатлений. Средневековые реликвии, изделия народных промыслов и радушия местных жителей никого не оставят равнодушным. Екатерина полна сил, несмотря на свой преклонный возраст. Ей уже 120 лет. Она родилась в 1890 году. Кавказцы отличаются долголетием и большой физической силой. А еще у них есть продукт, который, как принято считать, увеличивает продолжительность жизни. Мацони – это густой кисломолочный продукт, который содержит две очень полезные лактобактерии. Эти лактобактерии также используют и для производства домашнего сыра. В начале 20 века русский микробиолог и лауреат Нобелевской премии Мечников доказал, что причиной высокой продолжительности жизни в некоторых городах Центральной Европы является регулярное потребление жителями этих городов йогурта. В 1830 году прошел слух, что источники региона Боржоми-Харагаули обладают целебными свойствами. Через 60 лет после этого был открыт первый завод, известный на весь мир воды – Боржоми. Боржоми – это природная минеральная гидрокарбонатно-натриевая вода, обладающая лечебными свойствами. В районе Боржоми находилась летняя резиденция русской императорской семьи Романовых. От былой роскоши остался разве что функционирующий фонтан. Мы направляемся к Черному морю и перевалу Годерти. Здесь, в полной идиллии, в окружении туманных гор, пасут свои стада скотоводы. Зимой здесь выпадает очень много снега. Местные жители, большинство которых исповедуют мусульманство, спускаются с гор и переселяются в пригороды Батуми, где климат более благоприятен для жизни. Курорты Квариати и Игонио славятся наличием исторических достопримечательностей, разнообразными возможностями для круглогодичного отдыха и большим количеством солнечных дней. Эти длинные тихие пляжи любят многие жители Западной Грузии. Неподалеку расположена турецкая граница и город Батуми. В Батуми мы рекомендуем посетить ботанический сад, в котором представлены тысячи экзотических растений и более сотни видов растений Кавказа. Батуми – космополитический город, о чем свидетельствует его порт. Через Черное море суда идут в Европу. Через Батуми у Грузии налажены прочные культурные, художественные и торговые связи со многими государствами мира. Как таинственно выглядит статуя Медеи с наступлением ночи. В центре Батуми, столице республики Аджария, есть и другие интересные скульптуры, которые особенно красивы при ночном освещении. Регион Гурия расположен к северу от Аджарии, в западной части страны. Название переводится как «Земля неспокойных». Это определение очень хорошо подходит всегда таким энергичным местным жителям. Многоголосое пение этого края было признано ЮНЕСКО культурным наследием человечества. Мелодии песен отличаются особой красотой, а слова провозглашают такие ценности грузин, как мир и жизнестойкость. В озере Палеостоми и прилегающих к нему землях национального парка Калхетти нашли приют более 20 видов перелетных птиц. Люди жили среди этих болот уже многие столетия. Нелегко было приспособиться к этой суровой экосистеме. В прошлом здесь процветали различные болезни, включая малярию. Ну а сегодня этот рай природы привлекает приверженцев экотуризма. Здесь можно полюбоваться огромными азиатскими буйволами. В парке представлены и многие другие виды животных. Калхетти занимает площадь в 29 тысяч гектаров. Глубина некоторых водоемов доходит до 10-15 метров. И листый слой болот формировался более 6 тысяч лет. Дворец Додиани когда-то принадлежал благородной грузинской династии. Сегодня во дворце работает музей, в котором хранят множество исторических экспонатов, включая объекты, имеющие отношение к Наполеону Бонапарту. Дело в том, что Соломея Додиани укрепила связи между Грузией и Европой, выйдя замуж за принца Ашиля Мюрата, племянника французского императора. Чуть дальше к северу, в Дживари, на реке Ингури, находится самая большая в мире дамба. Ее высота 272 метра. Это настоящая гидроэлектрическая крепость. Верховье реки Ингури расположено неподалеку от самой высокой горы Грузии – Шхары. Здесь же находится историческая горная область Сванетия, административным центром которой является поселок городского типа Местия. Грузинские цари и вельможи в течение многих тысяч лет скрывали свои богатства среди труднодоступных гор Сванетии. Некоторые сокровища выставлены сегодня в этом музее. Вы найдете здесь прекрасные золотые и серебряные изделия, а также иконы XIX-XIII веков. Высокие башни Местии когда-то использовали как наблюдательные посты. В периоды военных конфликтов они служили убежищами. В мирное время люди жили на нижних ярусах. Внутри домов были особые помещения для скота. Эти средневековые укрепленные дома по-прежнему являются частной собственностью. Из окна этого дома открывается прекрасный вид на гору Ужба – одной из самых важных вершин в стране. Она поднимается ввысь на 4700 метров. Ужбу называют грузинским Маттерхорном. Она считается альпинистами одной из самых труднодоступных в Европе. Слово «Ужба» на сванском диалекте означает «дорога в никуда». Северный пик был впервые покорен в 1888 году, а южный – в 1903 году. В составе экспедиции 1903 года были швейцарцы, немцы и австрийцы. Вместе, как и в других населенных пунктах Грузии, поддерживают традиции супра. Вместо бокалов часто используют рога козлов. Прежде чем выпить вино, Тамада произносит тост, в котором хвалит женщин. Вместе есть и другие интересные традиции. Например, здесь устраивают скачки без использования сёдел. Наездник победившей семьи держит в руках золотое знамя. На соревнования съезжаются семьи со всей долины. Обычно скачки приурочивают к местным праздникам. Ужгули тоже относятся к Сванетии. Оборонительные башни вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь у подножия горы Шкары живет около семидесяти семей. Населенный пункт находится на высоте 2200 метров над уровнем моря и считается самым высокогорным селением в Европе. Некоторые жители до сих пор занимаются поисками золота в горных реках. Они промывают речной ил в специальных рукавах. Золотые частички при этом оседают на овечьей шерсти. Это очень старый способ добычи золота. Сегодня его почти не используют. Получение золота таким способом связано с мифом о Ясоне и Аргонавтах, которые отправились в Колхиду за золотым руном. Ясон должен был привезти из Колхиды золотое руно, чтобы свергнуть Пелия и самому взойти на трон. Многие археологи утверждают, что Ясон обнаружил золотое руно в Менгрелии. В четвертом веке до новой эры город-крепость Нокалакеви был столицей царства Эгресси. В средние века были построены новые укрепления. А в 18-м столетии, по словам принца Вахушки Багратиона, здесь даже находился дворец династии Додиане. Во многих населенных пунктах Менгрелии царит сельская атмосфера. В конце дня животные сами возвращаются домой. Этот ныне спокойный край еще недавно был свидетелем военных конфликтов, в период недовольства президентом Шварнадзе, во время военного противостояния с Абхазией и, наконец, во время войны с Южной Осетией в 2008 году. Местечко Шатили расположено на узком перевале Аргуни с северной стороны Большого Кавказа. Святая, равнопостальная Нина проповедовала здесь Евангелие после обращения царя Мириана и царицы Наны. Эти красивые средневековые башни построены на высоте 1400 метров над уровнем моря. Здесь снимались многие фильмы о жизни грузинских горцев. Ник Теркомаишвили, проводник. У нас очень красивые горы, здесь можно найти много возможностей для отдыха. Мы рады всем, кто любит природу и горы. В Грузии есть пять горных пиков, высота которых превышает 5000 метров. Условия для альпинистов-любителей очень хороши. Если вы любите походы, к нам можно приехать на 2-3 недели. Вас ждут горные тропы и дикая природа. Помимо гор у нас можно заняться рафтингом, сплавом на байдарках и канои. Как видите, каждый может найти здесь что-нибудь по своему вкусу. О Кавказе и Казбеке сложено множество легенд. Эти места фигурируют и в древнем мифе о Прометее. Зев сприковал Прометея к этим горам за то, что тот украл у богов огонь и отдал его смертным. Военно-грузинская дорога имеет важное историческое значение. Это самый протяженный торговый маршрут в Грузии. Дорога соединяет Тбилиси с Россией. По ней когда-то прошел Аттила, а позднее ее использовали как часть великого шелкового пути. В Грузии есть два горнолыжных курорта. Букариани расположен рядом с Боржоми на высоте 1700 метров. Здешние условия идеальны для семейного отдыха. Гудаури находится на высоте 2000 метров. Здесь можно найти более крутые склоны, которые удовлетворят самых взыскательных любителей экстрима. Индийская писательница Калпана Сани сказала, «Тбилиси» «Тбилиси» Сегодня проспект Руставели украшают здания разных эпох. Вот здание театра оперы и балета в мавританском стиле. Здесь на проспекте Руставели проходят репетиции грузинского национального балета имени Сухишвили. Это единственный фольклорный коллектив в мире, которому довелось выступать в Миланском театре Ла Скала. После последнего танца танцоры трижды выходили на бис, а занавес поднимали 14 раз, что стало рекордом. Никто не подозревал, что труппу встретят столь бурно. Национальный балет принес культуру Грузии на запад. Благодаря этому коллективу грузинские танцы и музыка теперь известны на весь мир. Население Тбилиси перевалило за миллион триста тысяч человек. Это элегантный и гостеприимный город, в котором сконцентрирован дух всей Грузии. Уровень образования грузин превышает средние показатели по Европе. Все грузинские дороги ведут к Тбилиси, городу, который направляет страну на путь развития третьего тысячелетия. Эта уникальная нация имеет собственный алфавит и язык, который признан одним из самых старых в мире. Грузия оставила миру таких великих художников, как Нико Пиросмани. Этот живописец не получил академического образования, но оставил после себя настоящие шедевры, на которых изображен быт грузин конца девятнадцатого века. Тбилиси продолжает меняться и расширяться. Город становится другим, но сохраняет присущую ему многоликость. Здесь веками бок о бок жили грузины, армяне, евреи, курды, греки и люди многих других национальностей. Все они живут в мире и гармонии, как одна большая семья. Рэгби считается национальным видом спорта. В Грузии также популярны единоборства и шахматы. Тигран Петросян родился в Тбилиси. Он многие годы оставался чемпионом мира по шахматам. Спокойные, дружелюбные, открытые и любящие. Вот ключевые черты граждан этой Кавказской республики, за которые им приписывают средиземноморский характер. Грузия славится и своими музыкантами. Среди них популярная исполнительница Кэти Милуа, чьи альбомы пользуются особой известностью в Великобритании. Во многих барах и кафе столицы звучит джаз. Приятно скоротать вечер в таком уютном местечке, слушая живую музыку. Тбилиси, безусловно, ключевой город грузинского государства. Шотару Ставелли, один из величайших авторов Средневековья, написал, что для любви требуются следующие условия. Красота, мудрость, щедрость, ум, богатство и терпение по отношению к влиятельным врагам. Все эти качества можно найти в Грузии, в стране любви, которая чтит свою историю и гордится своими корнями. Сиба provenь, зкаю жел commission. Ти луч Витович, убирающей, частьюamo петảль, которые регулярны вы., международный грузинского государства. Как мой народ, как мой народ, Maar вы обещаете, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok